Московский вертолётный завод имени Миля отпраздновал 70-летие. На сегодняшний день это один из самых известных мировых разработчиков авиационной техники. В честь юбилея предприятия состоялся праздничный концерт, а лучших сотрудников завода отметили почётными званиями и наградами. С появлением вертолётного завода имени Миля начался новый этап в развитии отечественной и мировой авиации. За 70 лет работы легендарное предприятие разработало более 13 основных моделей вертолётов от лёгкого до сверхтяжёлого, в том числе самый популярный в мировой истории Ми-8. Машины, которые выпускает завод имени Миля, эксплуатируются более чем в 100 странах. Они составляют основу вертолётной авиации России и ряда других государств. Дорогие друзья, 70 лет – это рубеж, исторический этап. Можно даже немножко там пофантазировать. Мне бы хотелось, чтобы наши последователи, наши молодые специалисты также встретили столетия нашего предприятия с такими же успехами, что мы знали, что Милевцы всегда впереди. Это было, есть и будет. На торжественном собрании, посвящённом юбилее вертолётного завода, присутствовали сотрудники руководства предприятия, военные вертолётчики, представители Министерства обороны, а также ветераны завода. Ваши разработки обеспечивают защиту нашей Родины. И во многом успехе последней операции – ваша заслуга. Спасибо вам. От имени главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого мы приносим самые сердечные поздравления, желаем благополучия и достатка семьям работников предприятий. Более сорока сотрудников получили во время торжественного собрания почётные грамоты и ведомственные награды. Три человека удостоились высокого звания – почётный авиастроитель. Также для гостей мероприятия организовали праздничный концерт. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищи. Луизия Игязырян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok